Как делишки ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатиснегурка, Дед Морозовская. Ты чё, совсем с ума сошёл? Ты посмотри вокруг, ноябрь, трава зелёная. И сегодня мы находимся наконец-то в самом холодном, самом снежном и самом просто прохладном городе на всей планете, Кать. Сегодня мы находимся там, где жители этого города никогда в жизни не видели моря, никогда не были на каких-то тёплых курортах и всегда мечтают туда отправиться. И сегодня мы находимся там. Я знаю, где мы находимся, отойди, овечка. Мы находимся там, где никогда на улицу не выйдешь без пуховика, без перчаток, без шарфика тёплого и без тёплых колготок и ритуз. Мы находимся в Сургуте. Сургут как бы это тоже Сибирь, как и Новосибирск, тут тоже можно попку себе отморозить, поэтому обязательно нужно тепло одеваться. Как-то раз я приехала в Сургут, да-да, у меня потом капродовые колготки к моим коленям как привёзли, так я больше не хожу так, всегда тепло одеваюсь. Как обычно, а кто мог сомневаться, что ты в Сургуте была? И кстати, а почему ты меня вообще перебила? Это же моя фраза должна была быть. Да я просто вспомнила, как я в Сургуте была, как эти колготки. Лучше вообще не вспоминать, конечно. И когда ты это в Сургуте была? В тринадцатом году, в феврале. А на самом деле мне вообще без разницы, когда ты была в Сургуте, потому что мы сегодня в Сургуте. И хоть я сейчас живу в жаркой Португалии, где плюс 20 градусов на улице, хоть в Майнкрафте я побываю сегодня там, где наконец-то выпадет снежок. Слушай, может овечка это снег? А может в овечке бог Майнкрафта вообще сидит? Слушай, ты снег? Ты бог Майнкрафта, а? Признавайся давай, говори. Давай. Вот. Смотри, что-то выпало из неё. Ай! Это приключений без летающих, без подземных, без подводных деревень, а обычную нормальную человеческую. Это мы ещё посмотрим, мало ли что-то внутри может быть. Ну тоже верно, Сургут как-никак. А ты вообще уверена, что Сургут это Сибирь? Он что, недалеко от Новосибирска получается, а? Ну, Новосибирск маленький город, а Сибирь она вообще большая, поэтому да, Сургут помещается в Сибирь, всё нормально. А Сургут это случайно не Урал? Он же дальше, чем Новосибирск находится, если я не ошибаюсь. Ну, тут я не географ, пусть люди в комментариях напишут, они лучше знают. Например, те, кто в Сургуте живёт. Ты смотри, иди зайди, посмотри, чё там. Это что? Сердечки какие-то. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, забирай. А, так вот оно, чё это получается? Выйди на улицу. Та-та-тыквы-то везде валяются, и вот эти, это, наверное, игрушки какие-то вот это на Хэллоуин получается украшать. Так мы уже весь Хэллоуин с тобой проспали, ну, ноябрь уже начался. Да какая разница, Хэллоуин тут пару дней назад был, ты смотри. И тыквы, 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 везде тыквы всякие валяются. Мы опоздали на вечеринку. Походу. А чё, бог Майнкрафта, у нас только вот сейчас сюда, вот это, отосал, когда уже Хэллоуин, как несколько дней назад закончился. Так, здесь ещё один сундук, и в этом сундуке... Винки какие-то. Чё за... Чё-то они какие-то странные. Чё за винки, я не могу понять. Да чё ты толкаешь-то? Ну, я хотела тебя вот отсюда уронить просто. Вот будешь толкаться, я тебя куда-то закопаю, и потом тебе венок повешу. Ты смотри, это чё такое? Это чё-то нифига на Хэллоуин не похоже. Похоже, знаешь на что? Ну, я такое даже вслух говорить не буду, сними это. Ты давай туда, в тот дальний дом отправляйся. Отправляйся, я вот сюда, ага, здесь сундука никакого нет, здесь сундука... Здесь тоже нет. Тоже никакого нет, здравствуйте, здесь есть сундук, иди сюда. И он прям, как я вижу, в камине находится. И в этом сундук... Звёздочки! Звёздочки, Юки, плоти! Так, забираю все звёздочки сразу себе. Ага, всё, пошли. Смотри, у меня три сердечка есть и девять звёздочек есть. Какой-то странный у них Хэллоуин на самом деле. Да, у меня, вот я успела себе одну звёздочку сорвать, ты себе всё забрал, даже не поделилась. Ты жадина. Сама ты жадина, в этот дом давай заходи, а я пойду в кузницу посмотрю, что здесь находится. Чё у тебя там? Тут блоки лаймовой шерсти и блоки красной шерсти. Ещё яблоко и картошку на эту фигню, ну как-то выглядит прикольно. А у меня лопатка. В смысле лопатка? Чё за лопатка вообще? Лопатка. Вот, подойди к кузнице. Держи, вот, держи, вот, лопатка. Где кузница-то? Ну ты чё с непошарой, бабуинша? Я же в трёх метрах от тебя стою. Я выкинул её вот там она, снизу. Вот, лопатка. Так это ж кухонная лопатка для мяса там, для пельменей. Лопатка для пельменей? Ты пельмени же не переворачиваешь в сковородки, а варишь их. Так вот и я не знаю, чё здесь забыла. Лопатка, розовая шерсть, немножко железных свитков, немножко хлеба и какие-то буквы. Так, подожди. А если сделать вот так и написать, ну допустим, вот это. И потом сделать вот так и вот так и написать. Ну ты хотя бы будешь меня защищать, когда я делами занят. И написать вот это. Всё. Катуа Джёпа. И чё ты написал? Не Катуа, а Катя. Это же транслитом. Катя Джёпа. Ты Джёпа, блин. Убери это. У меня полсердечка, подожди, чё ты меня бьёшь-то, господи. Катя, я Джёпа. Убери Джёпу. Слушай, нет, Джёпа пускай будет. Неплохо, кстати. Пошли, тут ещё куча домов осталось. Мы ещё какие-то прикольные щички найдём. Вот, ты в этот заходи, а я вот в этот огромный зайду. И здесь у нас есть ещё один сундучок. Ядрёный стучий. Мало того, что один изумруд. Хлеб. И какие-то жёлтые фонари. И, короче, Катя, у них реально какая-то тематическая вечеринка, потому что мы много с тобой всяких вот таких вот фигней находим. Смотри, какой-то фонарь настенный. А я вот нашла какую-то тарелку в виде цветочка. А ну поставь на стенку. Вот. Ну, красота. Да только есть одна проблема, Катя. Я-то эту серию Майнкрафта, но захотел записывать, потому что Сургут. И потому что снег. Но чё-то честно, я тебе скажу, снегом здесь даже пока что не пахнет. Стой, 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 стой. Стой, не поворачивайся. Не поворачивайся, смотри на меня. А чё это за... Ладно, поворачивайся, я не придумываю чё сказать. Поворачивайся и смотри на это. Это Лерочка, что ли? Ты там не только Лерочка. Мать моя женщина. А вы чё в Сургуте-то забыли наркоманы Петровичи? И тут от них покоя нет. Думала, мы в Сургуте хоть сейчас отдохнём, в снежке поиграемся. Чё вы тут забыли? Вы, господи, дадите нам хотя бы в одном городе на этой планете одним побыть. Без вашей помощи, Лера. Ты меня вообще бесишь больше всех остальных. Чё вы здесь делаете-то? Игнор. Просто игнор. Просто никто не отвечает. Я чё, невидимый, что ли? Алло! Может, мы реально невидимые? А что вы вообще делаете-то тут, а? Похоже, что они какое-то дерево строят. А зачем вам дерево? Чё, мало, что ли, деревьев вокруг? Вон дерево, вон дерево. Ещё одно строят, а? Ну, совсем с ума сошли. Они, походу, это, Кать, рождественскую ёлку подготавливают. Мы же в Сургуте. Здесь Новый год, наверное, раньше начинается, чем у других нормальных людей. Ну, точно. Давай ещё сейчас Снегурку с Дедом Морозом позовём. Там ёлочные игрушки, да? Там мишуру всякую, ага, ага. Ага. А вы-то вообще в курсе, что только начало ноября на улице? Он только что, вот сейчас начался ещё два месяца до Нового года. Какая ёлка! Да я говорю, они с ума себе посходили. Игрушки разложили какие-то, вон, тарелочки цветочные, шарики ёлочные, ёлку строят. Успокойтесь, сворачивайте лавочку, идите отдыхайте. Хэллоуин допраздновайте, тыкву ешьте. Так, это то, что мы вначале нашли, это не венок был. Это мишура, походу, на ёлочку была, как я понял. Так, ладно. Слушай, пускай они там занимаются своими делами, вот этими бесполезными за два месяца до Нового года ёлку строят. А мы с тобой тогда сейчас ещё продолжим по домам ходить. Ты в этот запинюхивайся. А я вот сюда внутрь зайду, вот сундук. И в сундуке у нас гирлянда, походу, если я хорошо владею английским языком. А у тебя чё там? У меня картошка и яблоко. Слушай, я вот, между прочим, ёлку новогоднюю в мае только убрала, а они её уже строят. Ну, вообще, ну, не нормальные, а? Цветочки! Цветочки нашёл, и они, походу, тоже ставятся куда-то на стенку. Сейчас, подожди. А ты где вообще? Вот я на этом, на крепости, вот это, так это реально получается. Кать, слушай, смотри на... А, что? А! Чё слушай-то, блин, а? Так всё то, что мы находим в сундуках, это, походу, как раз-таки для ёлки это и нужно. Мы же игрушки, венки и гирлянды находим всегда. Но я им помогать не буду, они с нами даже не поздоровались, вообще игнорщики какие-то. Ла, ви меня, давай. Давай, слушай, им помогать мы точно не будем. А на самом деле, я тебе знаю, что вообще сейчас предложу, предлагу, знаешь, что я тебе предлагу сейчас? Темнеет. Это значит то, что ночь на улице. Пускай они продолжают себе строить здесь ёлку, и мы с тобой пойдём переспим куда-то. Ну, кстати, идея-то хорошая, а вот розовую шерсть я бы на ёлочку на самом деле повесила, она бы покрасивее стала. Но нет, надо себя сдерживать. Придержи, сдерживай себя, потом дома у себя тоже построим ёлочку, и вот туда все эти приблуды, которые мы сейчас нашли, вот туда их и повесим. Пойдём, найдём куда-то где-то две кровати и переночуем с тобой, Катюха, только где бы я эти две кровати найти, а? А вот здесь, вот здесь две кровати есть, именно сейчас мы здесь и переночуем, только вот этого молодого жителя надо отсюда. Подъём, Ядрона Кочарышка, ложись давай быстро! Так, это моё место, всё, занято, занято. А если кто-то и будет спать рядом с моей девушкой, то это буду только я, всё, ты... Катя! Чтой! Что?! Он лёг возле тебя! Господи, что ж ты так орёшь? Я же думала, кто-то умер. Ну так сгони его. Так иди отсюда. Всё, сваливай отсюда. Всё, ложись. Ты смотри. Морда наглая. Всё, давай. Всё, всё, ложись. Всё. Твоё место. Твоё. Сдрысни отсюда. Ушёл с моих ног. Искатиных тор... Кать! Да ты чё себе позволяешь? Мужлан. Кобылай, кобыляка! Иди отсюда! Да когни ты его уже. Да нельзя жители просто так убивать. Но этого, походу, стоит. Всё. Спокойной ночи. Смотри, за нами ещё и подсматривают. Идрить калачи через окна. Всё, это невозможно. Спокойной ночи, Кать. Давай, спокойной ночи. Я бы на самом деле ещё бы часиков 15. 15 бы вздремнул, я тебе честно говорю. А у тебя чё-то в животе урчит? Или чё, я не могу понять? В смысле урчит? Ничего у меня не урчит. А чё за звуки? Какие звуки? Уши прочись, там косточки от компота вытащи, пожалуйста. Да тихо будь! Ну кондиционер кто-то включил, шумит. Вот и всё, вставай, давай, хватит валяться на кровати. Пошли на улицу. Кондиционер в деревне, да? В деревянном доме. А ты в окна-то посмотри, мать! У меня там картинка, кажется, не прогрузилась. Это шумы какие-то. Какие шумы? Это чё вообще? Господи, мать моя, женщина. Вы... Японский горнолыжник! Карась ты вообще макак, а тебе по улицу в снегу ходить нельзя в дом. Зайди и ты, Лерочка, тоже. Сейчас ноги себе все простудишь. Господи, иди сюда, Катя, за мной, за мной, за мной. Не теряйся, классный. Я тебя уже потеряла. Подожди, ты такая метель. Налево, налево. Сюда заходи, 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 заходи. Вот тебе и сургут. А мы вчера жаловались то, что здесь снега нет. За одну ночь просто метельная началась огромная. Так погоди, у меня даже шубы нет. У меня валенок нет. Всё, я на улицу не пойду. Я замёрзну и не заболею. Иди сюда, тут Андре. Андре как раз и умный грелся возле костра. Вот. Иди сюда, Андре. О, Андре, мой любимчик. Так вот, я чё вам хочу сказать. Такой зимы даже в Новосибирске нет. Такая метель. Ничего не видно вообще дальше своей руки. Как же мы теперь тут будем выживать-то, а? Давай, все сюда, все сюда. Будем греться возле одного костра. Хэрей, ты чё там один партизанишь? Сюда к нам давай иди. А! Нет! Ты чё в космос подлетела? Я сейчас так испугалась. Я думала, я улечу куда-то. Так, обратно костру Хэрейда. Наш взорвался к чёртовой бабушке. Давайте вот сюда греться. Кать, ты обратно сюда приходи. Да, да, сейчас приду. Я тут это, проснулась уже, иду. Это чё тогда получается-то? Значит, они не зря эту ёлочку тогда стролли. Значит, они тогда молодцы в этом сургуте, получается. А мы с тобой не молодцы, если мы вот эти, вот это, мишура, вот это, катья джопа. Вот это мы вот всё собирали игрушки и не хотели им помогать, получается. А вы тогда молодцы все. Не, ну помочь надо, получается, такая метель, ничего не видно, тяжело работать, да и я тут подумала-подумала. А если мы реально не успеем, Новый год нормально отпраздновать. Из-за всех вот этих вот этих вот, вот этого, да? Ну, кстати, да. Из-за этого сраного зомби-апокалипсиса вся планета опять скоро закроется, нафиг на карантин. И мы Новый год просто дома все пройдём. Так всё, жопу свою подняли тогда, игрушки взяли, пошли ёлку наряжать. Руки в жопу, жопу в жопу. Что, жопу в руки, я хотел сказать, и строим ёлочку. Подожди. Руки в жопу взяла и пошла. Всё, пойдём строить. Пошла им помогать, расхокоталась тут это. Подмостки, подмостки дайте, пожалуйста, ребят. Господи, я же даже ёлочку не вижу, как её строить-то, а? Так, я чур игрушки вешаю, я больше ничего не умею. Ну давай, я тогда винки на ёлочку буду весить. Выкинь мне сюда винки, пожалуйста, обратно. Только, пожалуйста, больше Катя Джопа не строй, хорошо? Ка-ка-катуха. Выбираем какой-то розовый цвет. Готово. Да почему белый, если я розовый выбрал? Опа, вот сюда. Опа, вот сюда. Чё-чё-па-попа. Опа, вот так, всё. Так, нормально там получается, нормально? Да, всё нормально. Ты просила не писать Катя жопой, а написал Катюха жопа-попа. Так, нормально? Не нормально же, спрыгну на тебя сверху. Ну-ка, удаляй это всё. Нет, пускай, пускай здесь всё будет. Так, дальше, винки. Чё-па-попа. Чё-па-попа. Наверх забирайся, шерсть разноцветную давай расставляй. А я пока винки вот сюда слушай. Микаса, красота прям настоящая получится. Ты тарелки эти с цветочком тоже расставляй. И вот эти все звёздочки, которые мы с тобой понаходили, тоже. По, вот, вот так, по сторонам, по сторонам, ага. Ага, так у меня и тарелочка и звёздочка только по одной штуке. Ты у меня всё забрал. Ну тогда расставляй то, что хотя бы есть, давай. Гирляндочку натягиваем вот сюда. Красота-то какая! Конечно, из этой метели ёлку совершенно нифига не видно, но красота сто процентов как получается. У тебя там наверху всё готово? Привет. А ты где? Повернись. А, а чё-чё-чё-чё-чё ты не работаешь-то? Я хотела отойти и посмотреть, как всё выглядит, но действительно нифига не видно. Чё у нас вообще получается? Ну я надеюсь, что там всё же красиво получается. Так, но у меня ещё пару венков осталось, пару ещё вот этих гирлянд осталось. Мне кажется, ещё немножко можно доукрашать, и сто процентов будет настоящая красотища. Ну всё, надо уже снеговики поставить Построить и уже праздновать начинать А то мало ли что, вдруг реально не успеем Новый год к нам чится Скоро Всё случится Будется, что снится И опять к нам снегурка никогда не придёт Я не знаю, как сейчас на этой песне Ты нормально спела, всё нормально Мать моя женщина Этот снег уже скоро Мистера Крипера, закидывайте снежками Закидывайте снежками его прямо сейчас Господи, Мистера Крипера Нам здесь только не хватало, убейте его Вы чё так, вы чё он к нам праздновать Пришёл хороводы водить, вы чё Чтобы ёлку тут всю взорвал нам, да? Замутызгали бедного Мистера Крипера Подарков не получите от него А сейчас все в дом побежали Подарки друг другу дарите Здесь Мистер Крипера тоже чё-то взорвался Ура, ура, подарки Я на этой улице совершенно нифига не вижу Так, нет, тут слишком мало места В другой дом Давайте вот в тот дом, где мы с Катей ночевали Вот, всё Заходите все сюда Тепло, сейчас согреемся Лера, ты куспашки сними Страшно я очень А вот сейчас, детишки Кто-то получит по жопе ремнём Потому что был очень непослушным Да, Лерочка, на улицу вообще выйди А кто-то получит хорошие подарки Давай, Катюха, ты первая дари нам что-то Так, ура, ура, ура Так, значит, Айм Член Тебе я дарю кусок мяса сырого Амочка, тебе кусочек земли Так, дубовый забор Моему любимчику Андре Факел Хэры Ах, хэры, тебе факел Ну, а тебе Лопатку У меня сейчас две лопатки Тогда получается Я вообще ядрить-колотить повар-убийца Какой-то с этими лопатками Лера, не подглядывай в окно А тебе, Катюха, ну давай Давно уже пора Держи венок Спасибо, спасибо большое Ну и раз я в этой серии Нашел в каком-то доме Один из мрут Тебе, как самому близкому человеку Я подарю именно его Нифига себе, ты молчал Что ты нашел целый изумруд Видели, видели, какой у меня парень Видели, все видели А вам, я не знаю, что вам подарить Ну давайте каждому по звездочке Вот так держите и все, расходимся Все, все, да, да, реально, расходимся Слишком честно, уже дышать нечем, все, проваливайте А на самом деле, как бы в одной комнате Не должно быть больше, чем два человека Все же социальная дистанция Сейчас на нас опять скоро позакрывают Да и трип, колотить этот слава карантин И больше никогда с вами в жизни не увидимся Все, дверь закрывайте Новый год отпраздновали вместе заранее Теперь все отлично Можно все отдыхать Встретимся в 2021 В декабре Если, конечно, доживем мы вообще до 2021 Лера, в окно не подглядывай Субтитры сделал DimaTorzok